Всем привет! Сегодня я предлагаю вам рецепт борща с фасолью. Это чисто вегетарианское блюдо, которое можно кушать как горячим, так и охлажденным. Так, для борща нам понадобится капуста, сельдерей, морковь, картофель, буряк, лук, перчик такой и перчик такой. Такие помидоры, консервированные, но можно взять свежие. Консервированная фасолька, опять же, можно замочить сухую, отварить и как бы тоже использовать. Томатная паста, столовая ложка сахара и приправы. Значит так, лавровый лист, кориандр, перец, сухой лук, сухой чеснок, пожитник и такая интересная приправа как любисток. Так, я порезала капусту и у меня горячая вода в кастрюле. Начинаю добавлять капусту в воду. На самом деле рецептов борща великое множество. Правильно говорят, у каждой хозяйки борщ свой. В моей семье прижился вот такой борщ. Так, и сразу же добавляем картофель. Так, и добавляем два листа лаврушки. Пока закипает, мы начинаем резать овощи на поджарку. Так, поджарку я делаю на подсолнечном рафинированном масле. Так, подождем три минуты пока нагреется. В это время мы сливаем сконсервированной фасоли в воду. Я добавляю белую фасоли. Можно и я считаю даже более вкусно готовить на, как сказать, не на консервированной, а на живой фасоли. Так, раз. Раз. Ой, ссури, ссури. Так. Это у нас кастрюлю. И добавляю сначала лук. Шух. И добавляю. Так. Многие хозяйки Труд Что морковь Что буряк Но я предпочитаю Именно порезать Вот такой вот соломкой В это время Мы также С соломкой Нарежем буряк Или свеклу У нас принято буряк Мечок у нас Вот так вот обжарился И мы добавляем Морковь Так, сельдерей Мы почистили Сельдерей Тоже Придает какой-то Неповторимый вкус Теперь мы добавим Где-то одну треть Свеклы Сюда И ждем Пять минут Свекла Даст Цвет Так А в нашу поджарку Мы добавляем Два вида перца Острый перец И болгарский Сладкий перец Прошло пять минут И чтобы сохранить этот цвет Я добавлю Я добавлю Немного Яблочного Уксуса Сахар Мы добавили Чтобы сбалансировать Кислоту Уксуса И томатной пасты Теперь мы добавляем Буряк С поджарку Оставшиеся Две трети Так И сюда же Добавим Сельдерей Так И чуть-чуть Разжариваем Так Проверяем Ну вот еще Рано Добавлять Мы Можем Чтобы Быстрее Стушилось Чуть-чуть Добавить Вот этого Прекрасного Овощного Бульона Картофель Здесь У нас уже Сварился Смотрите Проверяем Все нормально Ждем Поджарку Берем Берем Томаты Или помидоры Открываем И прямо Все что есть Добавляем Нашу Поджарку Можно Использовать Свежие Томаты Их Почистить Порезать Я не Очень Люблю Тертое В Брище Поэтому Я Предпочитаю Порезанное Или Мелко Порезанное Так И чуть-чуть Оно Должно Протушиться Чтобы Выпарилась Жидкость Ну вот У нас Уже Овощи Так Притушиваются И мы Добавляем Томатную Пасту Я Добавлю Две Чайные Ложки Так Вот У нас Уже В таком Состоянии И мы Сейчас Будем Соединять Перед тем Как Добавить Поджарку Я Все Специи Добавляю Сюда И Перемешиваю А так же Я Посолю Так И Добавляю Поджарку Сейчас Самое Ответственное Действие Можно Так Сказать Перемешиваем И Когда Начнет Кипеть Ну Где-то Минут Пять Ну Вот У нас Борщ Закипает После Того Как Борщ Закипит Должно Пройти Пять Минут И Мы Выключаем Ну Что Борщ Уже Прокипел Пять Минут Я Выключаю Снимаю С Комфорки Накрываю Крышкой И Ждем Десять Минут Через Десять Минут Минут Подавать Секрет Борщей В том Что Борщу Надо Настояться Например То что Можно Сразу Подавать Но Вкуснее Он Будет На Следующий День Подавать Со Сметаной Зеленью Я Зелень В Кастрюлю Общую Не Подаю Потому Что У всех Разные Вкусы Например Кто-то Не Любит Укроп Кто-то Не Любит Кинзу Кто-то Все Ест Так Что Это Все На Ваше Усмотрение Приятного Вам Аппетита Подписывайтесь На Мой Канал Жду Ваших Комментариев Ваших Рецептов Чтобы Мы Смогли Проверить Эти Рецепты В Действии Спасибо До Свидания Продолжение следует